Вакцинальная кампания Вакцинальная кампания Вакцинальная кампания Вакцинальная кампания Вакцинальная кампания Вакцинальная кампания И с Крымом, я там много знакомых, в Питербурге, мне знакомых много, в Москве. И спрашиваю, как там кампании проходят, как вакцинируете, как люди идут, не идут. И там они проблем с пациентами и населением, с необходимостью, которая понимает, что это необходимо, они не испытывают никакого. Люди идут и вакцинируются, и испытывают, можно сказать, доверие к вакцине и медицинской системе в целом. Понимая, что когда говорят, что вакцина безопасна, что она действительно нужна, что это не просто политические какие-то меры, воздействия. А что действительно так оно и есть, что вакцина безопасна, и она нужна, и важна. И от нее человеку только польза будет, наверняка вреда, она ему не принесет для здоровья. Принимается с нашей стороны, принимается для разъяснения, для объяснения, для того, чтобы дать понять и почувствовать жителям, что это безопасно. Все меры, которые мы можем только принять. Но в первую очередь и в личных беседах, и на приемах. Ну и даже уже сегодня приняты такие меры, как подворовые обходы. Вы видите, что, допустим, миссисер сегодня в поликлинике здесь нету, а нету именно в силу того, что они в течение рабочего дня, кроме той нагрузки, которую они несут обычно, они сегодня идут и по дворам, конкретно уже беседуя, что называется, глаза в глаза и лицо в лицо, с каждым из жителей будет беседа, будет вопрос. И хотелось бы, чтобы, я повторю, чтобы пациенты, они действительно и жители, чтобы они, конечно, отнеслись серьезно к тому, что хотят до них донести в этой ситуации. Ну, как я решилась, ну, во-первых, а что решаться, когда, в принципе, нужно делать? Я считаю, что это, вот, я считаю, что сейчас это просто, ну, мы обязаны это сделать, потому что, действительно, это очень, я, во-первых, я переболела. Я переболела, пускай не очень сложно, но отходила, и я поняла, что это не просто грипп, это не просто какое-то простудное заболевание, вот, поэтому я почувствовала, что можно это делать. Вот, ну, вот, поэтому решилась, поэтому решаться было не на что. Тем более, после первой прививки я вообще даже, честно говоря, не почувствовала, у меня не было. Вот, приготовила там какие-то таблеточки, парацетамол, на всякий случай, все приготовила, на тумбочку положила, но ничем не пришлось пользоваться. Я даже, честно говоря, и не почувствовала, что я ее сделала. Это как-то никакой ни слабости я не чувствовала, ни температуры. А сегодня вы пришли? Да, сегодня как раз вот, вот, как раз 12, ровно три недели прошло, 12, вот, как раз 12 число, да, вторая прививочка. Редактор субтитров А.Семкин